Ребята, всем привет! Сегодня хочу более подробно поговорить про апгрейд контроллера на электробайк Suron на примере двух, на мой взгляд, лучших альтернатив по совокупности характеристик. Это контроллер Syntec и ядреный контроллер 24-фета. Я также поговорю про другие контроллеры других производителей, которые есть сейчас на рынке. Оба контроллера у меня были в личном пользовании, я могу о них судить честно и поделюсь своим личным мнением на этот счет. Также в конце ролика будет объявлен розыгрыш, так что посмотрите, пожалуйста, видео до конца. Первый критерий, который я буду рассматривать, это критерий мощности. И на заводской батарее Suron эти контроллеры два, они справляются просто замечательно. Они дают 20-30 процентов прибавки к мощности, больше от них, собственно, ничего и не требуется. Но, когда мы сюда ставим батареи, высокотоковые, которые могут отдать, например, вот эта батарея может отдать до 300 ампер, здесь нужно уже делать сравнительный заезд, который мы уже произвели. Но здесь есть одна проблема. Наши аппараты, они одинаковые с точки зрения колес, но на моем байке стоит 58 звезда, а на этом байке стоит 48 звезда. Более того, здесь стоит батарейка 18С, а здесь стоит батарейка 16С. То есть здесь больше вольтаж, меньше звезда. Сравнение не совсем корректное получается, но, тем не менее, заезд мы сделали, результаты приложим. Три, два, один. Три, два, один. Получилось так, что примерно одинаково они едут, мой байк едет быстрее с места, байк на ядреном контроле едет лучше со скорости. Настройки были выставлены одинаковые, это было 400 фазного на обоих контроллерах и 300 батарейного, и на максимум выключенное ослабление. Заезд, к сожалению, не получился достаточно достоверным, но можно судить так, что контроллеры они плюс-минус едут абсолютно одинаково. Поговорим о функционале этих контроллеров и адаптации их к Сурону, оптимизации. Здесь есть несколько важных отличий. Во-первых, ядреный контроллер, он настраивается полностью через бортовой компьютер, то бишь дисплей. Здесь можно заходить настройки, под себя регулировать мощностные режимы. Вот, пожалуйста, я захожу в режим управления, здесь я могу все быстренько настроить прямо в дороге. Это очень удобно, это делается с дисплеем. У синтека тоже есть дисплей, и он, как ни странно, работает с дисплеем от ядреного контроллера. Здесь также есть функционал, но если мы заходим в устройство, здесь настроить ничего нельзя. То есть этот дисплей служит только для отображения информации. Вот, но Синтек настраивается через Bluetooth. Он настраивается, во-первых, через программу на компьютере. И также недавно, совершенно недавно сделали приложение, которое я сейчас продемонстрирую. Вот так оно выглядит. Вот, это приложение для контроллера Синтек. Мы здесь видим, здесь перенесены все вкладки, то есть мы можем прочитать данные, увеличить, поднять мощность, ослабить, изменить какие-то функции дополнительные. Все это можно делать через приложение. Также, в принципе, пока вы катаетесь, не нужно брать с собой компьютер. Касаемо других нюансов, у ядреного контроллера есть функция зарядки через контроллер, через мотор. Технически это тоже можно реализовать на Синтеке, но пока что это есть только на ядреном контроллере. Ему за это респект. По поводу оптимизации контроллеров на суроны. Оба контроллера поддерживают штатные датчики, датчик подножки, переворота, падения, наклона, датчики тормозов. Все эти датчики они поддерживают. Но у Синтека есть здесь одно преимущество. Синтек поддерживает еще и штатный спидометр, малый спидометр с урона, который ставится рядом с переключателем SportEco. Он может выводить на этот спидометр показания скорости и пробега. Немало важно здесь упомянуть, что и Синтек, и ядреный контроллер поддерживают штатный переключатель Сурона, SportEco, которым можно настроить на различные функции. Переключение режимов езды, включение задней скорости, активация круиз-контроля и прочего. По установке этих контроллеров тоже есть некоторые важные отличия. Например, контроллер ядреный 24-фета. Его нельзя установить просто вот как он приходит из коробки в Сурон. Необходимо либо вставлять его в штатный радиатор суроновский, выковыривая оттуда штатный контроллер, либо вот в нашем магазине представлено вот такое решение. Это кастомный радиатор с креплениями под раму Сурона с дополнительным пластиком. Выглядит солидно. Можно заказать такое себе решение. Контроллер Синтек поставляется уже с вырезами под установку в раму Сурона. Вот здесь на радиаторе есть два выреза. Соответственно, контроллер можно легко поставить уже без необходимости дополнительной модификации. Контроллер Синтек также поставляется вместе с ручкой рекуперации. Вот здесь она находится. Она позволяет тормозить. До 50 ампер можно заряжаться при торможении. И контроллер также поставляется с необходимыми болтами и термоусадкой для подключения фазных проводов. То есть Синтек поставляется с полностью всем нужным необходимым хардвером для того, чтобы установить его на Сурон. Контроллер ядрёный поставляется. Сам контроллер, дисплей, его крепление на рулевую и необходимые мелкие коннекторы для подключения ручки тормоза в дисплей, ручки газа в дисплей. Вот с такими всеми мелочами. Говоря о надежности этих контроллеров, я не располагаю точной статистикой по ядрёным контроллерам. По Синтекам могу сказать, что в основном 99% райдеров у нас катаются. Никаких проблем не возникает. Если что-то происходит, у Синтека есть гарантия 1 год. Всё чинится легко, бесплатно, если что-то происходит. Контроллер надежный. Ядрёный контроллер. Я знаю, что сейчас будет продлеваться гарантия аж до 3 лет у них. И это очень здорово, замечательно. Касаемо техподдержки. У ядрёного контроллера есть чат в Телеграме, в котором такие же собраны владельцы этих контроллеров. Там можно всегда получить помощь, задать вопрос Василию, уточнить что-то или решить какой-то вопрос. По контроллеру Синтекам у нас есть горячая линия, на которой всегда можно позвонить, разобраться. Если что-то не так, мы всё поможем, поддержим. Так что вот, всё так работает. Здесь важный момент, что мы контроллер Синтек настраиваем клиентам самостоятельно, удалённо, через программу TeamViewer. То есть клиент подключается по компьютеру к своему контроллеру, скачивает программу TeamViewer или какой-нибудь ещё программу, чтобы мы могли удалённо подключиться. И проводим полную настройку за клиента, чтобы он мог быстро сразу поехать и кататься. Но в целом, контроллеры оба надёжные, хорошие, в этом плане никаких проблем особо нет, не возникает. У обоих контроллеров есть важное отличие по цене. Ядрёный контроллер стоит 600 долларов у производителя, Синтек стоит почти 1000 долларов. Но ядрёный контроллер можно ожидать аж до целого года или даже больше 12 месяцев. У Синтека с наличием чуть получше, среднее ожидание у нас составляет где-то 1,5-2 месяца сейчас и будет сокращаться со временем. Какой же контроллер выбрать? Или может быть вообще смотреть какие-то китайские контроллеры типа Vatola или Kelly? На мой взгляд, Vatola и Kelly это тоже хорошие контроллеры за свои деньги. Их можно поставить, настроить и кататься. По ним нет такой большой базы данных и техподдержки, как по ядрёному контроллеру или контроллеру Усинтек. Но, тем не менее, они тоже имеют место быть. Я пробовал контроллеры BAK 4000 и 8000, которые производятся в США. На них мне не понравился отклик ручки газа. Что же касается ядрёного контроллера и контроллера Синтек, как вы понимаете, эти контроллеры, они примерно одинаковые. Отличия несущественные. На мой взгляд, лучше брать тот контроллер, который можно быстрее достать и за который меньше ждать. Теперь я бы хотел рассказать про розыгрыш призов, который будет проводиться нашим магазином Suron Shop. У нас всего будет 5 призовых мест. Первые два – это проставки в подножке с распоркой стальные. Далее у нас идёт третий и четвёртый победитель получат на выбор либо успокоитель, либо распорку. И пятый победитель у нас получит крепление, центральное крепление на дисплей, на спидометр Suron. Теперь поговорим более подробно. Давайте я покажу, как выглядят проставки в подножке. Это проставки, занижающие на 3 см подножки. Они выполнены из стали и покрыты порошковым покрасом. Далее у нас идёт и в комплекте к этим проставкам, естественно, идёт распорка и болты. Далее на выбор либо вот такая распорка, тоже с порошковым покрасом, болты в цвет, либо можно будет выбрать успокоитель, успокоитель цехи. Он тоже покрашен порошковой покраской и нержавеющий болт идёт в комплекте. И вот так выглядит у нас крепление центральное на… крепление спидометром. Вот, то есть всего у нас 5 победителей будет. Условия участия. Чтобы участвовать в розыгрыше, необходимо сделать две вещи. Подписаться на наш YouTube-канал и подписаться на наш российский Instagram. Instagram strongshop.ru Для участников из-за границы нужно подписаться не на российский Instagram, а на Instagram strongshop просто. Без.ру. И, соответственно, нужно поставить комментарий под нашим видео на YouTube-канале со своим никнеймом в Instagram, чтобы мы могли проверить подписку, когда будем подводить итоги. Итоги будем подводить 31 марта. Это почти через две недели. Так что всех ждём. Спасибо за просмотр, ребята. До новых встреч! 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 Продолжение следует...